Этот двор на улице Ленинградской убрали впервые только сегодня. То есть почти две недели с начала года снег здесь копился день за днём. Проехать на машине очень сложно. В новогодние праздники было всё ужасно. Заезжали сюда несколько раз, застревали. Помню, 7 января ночью застряли, минут 40 не могли выехать, потому что машина очень сильно буксовала. Только при помощи других ребят мы кое-как с горем пополам выехали. Причём сегодня трактор сгрёб далеко не везде. Жители домов по улице Годовикова оказались в похожей ситуации. Двор здесь тоже должно убрать только сегодня. И это при том, что за подобные работы жители домов платят своим управляющим компаниям. В большинстве случаев свои обязательства они выполняют, но не вовремя. Недовольны не только жильцы. В Комитете по контролю в сфере благоустройства накопилось 109 претензий. В основном это нарушение касается содержания придомовых территорий, в части наличия снежно-ледяных образований, в части вывоза снега и содержания пешеходных маршрутов в дворовых территориях, въездов. То есть значительная часть нарушений сводится к этому. Несколько таких предписаний не выполнено с прошлого года. С начала этого жалоб поступило немало. Аномальные осадки жизнь коммунальщикам не облегчают. Специалисты говорят, что уже выпало в три раза больше снега, чем за весь декабрь. Так претензии горожан поступают в управляющие компании и, как показывает практика, зачастую остаются без ответа. Чтобы заставить управляющие компании выполнять свои обязанности, нужно жаловаться. Сначала в сами УК. Если ответа в разумные сроки нет, можно требовать возврата денег за некачественное обслуживание. Второй вариант – обращение в Комитет по контролю в сфере благоустройства. Канал 12 предлагает бороться за свои права всем миром с помощью акции «Чистый двор». Оставить заявку с фотографией и адресом можно в официальной группе канала 12 ВКонтакте. Мы передадим информацию ответственным. Если реакции не последуют, наши журналисты выйдут на место и попытаются разобраться в проблеме. Чистым должен быть каждый двор в Череповце. Продолжение следует...